Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ними в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Hero Fighter X. Погнали, собственно. У нас акт первый пока что. Мы прошли с вами полностью все миссии, полностью все дуэли. Сегодня поиграем, наверное, в тренировочку, потом пойдем в battle, и у нас откроется story. Story — это особый режим, где будут миссии определенные с историей. Погнали, тренировка. Такс. Тренировку мы сейчас используем для того, чтобы прокачать наших героев. Так, вот этого возьмем так же. Я возьму, наверное, вот этого, а в бэкап возьмем шавна. А, это не бэкап, это тиммейты все-таки здесь. Ну ладно, погнали, собственно. Сейчас вы увидите, что такое тренировка. Тренировка — это как миссия, примерно. Давайте освободим наших чувачков. Не знаю, зачем я это прямо сразу использовал, когда еще врагов не было. Ладно, пошли рубить капусту лошков. Ну, тут бандиты и обычные граждане, как бы, ничего особо опасного. Давайте возьмем силу бесконечную. На, получай, засранка. Так, надо с боссами разобраться, потому что, хоть и у мобов ограниченное количество, ну, то есть у остальных солдат вражеских ограниченное количество, но их очень много. Пока вы не завалите босса, они будут появляться и появляться. Если уже вы босса завалите, они перестанут появляться. Давайте восстановим себе хп, в основном союзникам хп и возьмем бесконечную силу. Если же идут только обычные бойцы, то нам надо, вам надо просто всех убить. Возможно, у них будет подкрепление, но они рано или поздно закончатся. О, еще бесконечная сила, давайте ее тоже возьмем. Опять боссы пошли, три штуки целые на этот раз. Так, это Вивиан, это Тито и это, собственно, тот парень с палочкой. Забыл, как его зовут. Боссов, кстати, много для этого уровня. Но нам, скорее всего, после того, как мы одолеем всех этих боссов, у нас пройдется тренировка. Ну, хотя, в принципе, три на три, плюс у нас есть солдаты, у них есть солдаты. Блин, она хилится умеет, Вивиан. Вивиан, это вот эта вот баба с мечом. Этого парня я не помню, как зовут которого палка. А большого жирного парня зовут Тито. Так, отлично, минус один босс, давайте мы отхилим команду. Нас почти убили, кстати, надо быть аккуратнее. Ну, нету смысла особого, знаете, мочить мобов. Так, надо парня с палочкой выстегнуть. Кстати, чем у нас меньше здоровья, тем быстрее у нас исполняется сила. Это тоже стоит учитывать. Сила, эта штука, вот такая синяя полосочка, которая необходима для спецприемов различных. То есть, видите, у меня есть как бы обычная атака, это красная кнопочка из защиты. Могу, кстати, и на бегу даже ее использовать. Я не помню, как это делать. Или только у некоторых героев можно бегу использовать. Так или иначе, Лукас у нас получает один уровень. Остальные получили тоже достаточно много опыта, но уровень не получили. Все, погнали в батл. Собственно, у нас последний батл в этом акте. Поэтому соберем себе команду. Я буду играть за Шавна. Ну и в команду возьму себе также Лукаса и Дрю. Это будут мои союзники. Погнали в бой. Батл номер 3. Сколько тут противников будет интересно? Мне вот прям реально интересно. 4 противника. Ну, то есть, 4 всего человека. 3 противника у нас. Зеленый, желтый и красный. Я думаю... А, не, подождите. Зеленый это наш союзник. Зеленый наш союзник. Тут 2 на 2 идет у нас противостояние. Шаван, можешь стрелять вперед? Спасибо большое. Да, видите? Главное, чтобы они не захватили. Вот этот парень не должен захватить нашу штуку. Все, погнала заруба. Давайте будем держаться поодаль, потому что мне все-таки лучник их не крутит. Хотя, какой поодаль? Я могу луком и драться, в принципе. Так, попал по вражескому боссу. Садимся на коняшку и просто их пушим. Так, все, минус босс. Точнее, это не босс, это просто аними. Но я думаю, что это что-то вроде босса. Погнали сначала разберемся с красненьким. Что-то я чувствую, отсюда один залетел. Это не очень хорошая идея была с моей стороны. Меня сейчас просто запушат их войны. Хотя, что-то они какие-то медленные, слабенькие и не пушат меня толпой. Нападают поодиночке. На! О, тут наш союзник что-то делает. Видите, зелененький. Я, кстати, не знаю, временно это союз или нет. Потому что после конца нам придется ржать с нашим союзником или мы вместе с ним одержим победу. Черт его знает, как здесь именно точно это все сделано. Есть временные союзы, которые можно заключать за бабки во время войны. То есть во время бетла. Но они действуют определенное время и вам придется все равно победить вашего противника после того, как вы победите всех остальных. То есть это временный союз. То есть вы объединяетесь для достижения какой-то общей цели. Допустим, чтобы вынести какого-то серьезного соперника. Так, надо захватить еще вот этот голдмайн, потому что там чем больше солдатов, тем лучше. Ау, очень больно вообще-то. Блин, маг еще меня ударил. И убежал куда-то, короче. Это босс, кстати. Просто у них боссы обычные солдаты. То есть они как герои считаются, но при этом они обычные солдаты. То есть у них нет особо большого запаса здоровья. Особо большого урона и все в таком духе. Это наши, только не смейте зеленые забирать. Зеленые же не забрали. Нет, не забрали. Давайте пушить кастл. Это основная наша все-таки цель и задача. По пять стрел ей, думаю, больше всего дэмэджа наносит кастлу. Все, первый противник у нас развален. Погнали разберемся с дарым. Кстати, зеленый его пушит очень сильно. То есть он даже не дал им возможности захватить наши шахты на середине карты. Ну, вот эту вот захватывали, по-моему, которая ближайшая к врагу. Но ее быстро отхватили обратно. Погнали, поможем нашему союзнику зелененькому. Как я понимаю, здесь будет полный союз. То есть мы выиграем, и мы выиграем типа вдвоем. И наш союзник, и мы. Надо захватить, кстати, вот эту штуку. Желательно очень. Надеюсь, что мы ее захватим. Да, камп наш захвачен. На кампе будут респавниться наши бойцы, если их убьют. То есть если вся команда... Видите, сверху указано количество команд, бойцов наших, и количество... Как сказать? Взводов. Вот, и если, короче, бойцы в одном из взводов заканчиваются, он исчезает, и вы можете новый купить. Но пока есть хотя бы один боец, этот взвод не распадется, и вы не сможете докупить бойцов этот взвод. Это и плюс, и минус, как бы. Все, победа. Да, нам не пришлось убивать нашего союзника, потому что это был постоянный союз. Также мы заработали две какие-то штуки. Стори разблокировано. Прошли с вами полностью батл мод. Остался режим стори. Всего один эпизод. И мы первый акт с вами, по-моему, завершим. Ладно, погнали в режим истории. Это будет долгая битва. Вперед. Кстати, интересно, что в опциях вообще есть? Таймплейт, мюзик, лэнгэдж. Ну, русского тут нету. Вы сами понимаете, только два языка или три. Погнали в стори. Выбираем, собственно, своего основного бойца. Это будет, как обычно, шаван, но и поддержка. И дополнительная, как бы. А, это не поддержка, это бэкапы. Бэкапы, это, короче, если вы теряете своего бойца, вам, собственно, возвращается... Дается второй боец. Потом терять второго дается третий и так далее. Прошел месяц. Защита врат. Окей. Лукас, не будь беспечным. Это не остановит бандитов. Бла-бла-бла. Что-то поменяется, вряд ли. Я пока расслаблюсь. Эй, посмотрите, кто-то раненый. Мы должны оставаться здесь. Мы должны его позвать сюда или что? А, мы должны пойти за ним. Вы, вы геро... Херофайтеры в легенде. Бандиты. Они уничтожили нашу деревню. Остановите их, пожалуйста. Черт побери. Мы должны что-то сделать. Заплатить. Спасите их. И сдох, короче. Ну, не сдох, но вы поняли. Так, ладно. Давайте разберемся, собственно, с противниками. Да, в миссиях мы будем играть в начале один. Потом будем собирать медленно себе взвод. Оба-на! Ловите за ср... Блин, ну успели в меня выстрелить все-таки. Хилл тут, по-моему, тоже. Здоровье тут тоже, по-моему, регенится. Но очень медленно. Так, блин, меня сзади кто-то ударяет. Стреляет своими ножичками дурацкими. Совсем немного здоровья у него оставалось. Ой. Больно. На, получайте. Все, добиваем всех оставшихся. Пока из них ничего не падает, потому что все-таки самые слабенькие бойцы. Можно лежачих бить. Не всех, только обычных бойцов. Боссов нельзя лежачих бить. И то... Нет, можно и боссов бить лежачих, но не во всех режимах. То есть, если это какая-нибудь дуэль, то фиг вы побьете лежачего чувака. Все, клир. Это значит, что сейчас мы переходим на следующий этап этой миссии. Они слишком сильны для нас, блин. Отступаем. Ну, ясно, понятно. Вы спасли мою жизнь. Я... Перед вами неоплатам долгу. Я помогу вам сражаться с бандитами. Если вы хотите добавить меня в свою группу, просто наступите на меня. Используйте команды для того, чтобы отдавать мне приказы. Моя сила не так высока, но я сделаю все на передовых линиях. Звучит как план. Твоя помощь окажется неплохой. Вот видите, я могу отдавать ему команду. У меня есть команда... Допустим, отступать могу, да? Сюда стоять, здесь стоять, там стоять. Могу сказать, веди себя свободно. Могу сказать, иди за мной. То есть, тут есть такой элемент некоторого контроля, но не очень большого. Видите, под ним циферка 10. Это значит, что он 10 раз может умереть. Вот он умер первый раз и воскрешается, как бы. Давайте разберемся с бандитом. Еще один. Получает ультой нашей... Ну не ультой, как эта штука называется. Ауч, как больно-то, а. На, получайте луком! Я забью вас этим луком! На, на, получайте. Так, закидываем им туда штуки-дрюки. Так, на, получай. На, получай. Замечательно. Да, лучник здесь может сражаться и в ближнем, и в дальнем бою. У него, правда, в ближнем ограничены техники, а вот в дальнем очень много всякого всего. Привет. Обожаю эту технику. Она против боссов очень неплохо заходит. Сбил их с коня. Теперь у них коня нету, это уже неплохо. Блин, меня ударили. Первый, так сказать, не босс, а просто сильный боец. Вот плюс один, то, что я взял сейчас, добавляет дополнительную жизнь всем нашим людям. Там, может быть, не только плюс один, может быть, плюс два, плюс три и так далее. Эй, это я хотел его убить. Так, закидываем стрелы. Блин, какой же он жирный все-таки засранец. На, получай. Блин, не попадаю по его туловищу. Так, попал и добиваем, собственно, последнего бойца. Все, второй этап у нас завершен. Я не помню, сколько тут этапов. Вроде пять или три. Но в зависимости от того... Так, эти парни слишком жирные. Я думаю, что мы встретились с херафайтерами, бла-бла-бла. Неважно, отступаем. Гикс должен знать, что нужно делать в данной ситуации. Да, отступаем Гиксу. О, девушка. Вы спасли меня, эти бандиты. Забрали что-либо. Я, короче, присоединяюсь к вам. Если вы раненые, держитесь поближе ко мне. Я использую свою силу, чтобы восстановить здоровье вам. Это типа маг, который хилить умеет. В нашей группе нужен кто-то типа тебя. Мы совсем близко, короче, к лагерю бандитов. Она будет хилить нас, короче говоря. Она стреляет вместо того, чтобы использовать стандартную атаку. Она как лучник. Лучник-мат. Ну, больше мат, конечно, чем лучник. Так, слезай давай с своей коняшки. Блин, этот чел приперся все-таки сюда. Все, добиваем остатки. Они сладкие. Миссии самые сложные этапы, по сути. Без прокачки их достаточно бывает проблематично пройти, потому что там идет запой на несколько уровней. Подряд. Ауч, как больно. Засранец все-таки подошел ко мне сзади. У нас уже 4 таких бойца осталось и 5 таких. Мы теряем медленно людей. Если мы останемся вообще без взвода под конец миссии, да, без помощи, то мы, скорее всего, сольем. Потому что там будет очень много противников, и они будут просто не давать нам ничего сделать. Да ты задрал, сколько ж можно-то, а? Закидываем туда эту штуку. Давайте просто их расстреливать. Целиться только надо еще. На, получай. Да, блин, не попадаю. Все, победка. Ну, осталось последнего бойца забить. Все, победа. Так, еще, еще. Следующая волна приближается. На, типа, он всем. Такс. На тебе. Давайте их ливнем стрел покроем. Все, всех убили, кроме одного. Можно собрать дополнительно. Видите, 4 было и стало 5. То есть я добавил и обоим своим бойцам по одной жизни. Все, следующий этап у нас пройден. Это уже, по-моему, третий этап. Осталось еще парочка, если не ошибаюсь. Мастер Гикс. Три парня, короче, появились из ниоткуда. И почти что... И совершенно разгромили нас. Они собираются прийти примерно... Что? Только трое? Да вы издеваетесь надо мной. Это похоже на их лидера. Мы должны, короче, сконцентрировать на нем свои силы. Окей, типа, он является, собственно, главарем бандитов. Бла-бла-бла. Слышите, ублюдки. Теперь вы заплатите за те жизни, которые вы забрали. Ты что, совсем дурак? Ты напал на группу, которая гораздо больше, чем твоя? Убейте его. Блин, не туда закинул суперку. Не суперку, как называется. Просто технику свою. Видите, кстати, фиолетовая колоночка у него. Это значит, что у него больше жизни. То есть мы сначала должны снести ему фиолетовую полоску здоровья. А только потом у него снесется еще одна. Так, как слезать с этой долбанной лошади? Потому что я хочу пострелять. На, получай, танцуй, танцуй. А ты танцуй, 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 танцуй. А, вот как же больно наших чуваков бьют. Прямо очень больно. Всего осталось очень мало взвода. Вот если мы сейчас всех потеряем, то нас могут и запушить. Ай, как больно-то, блин. Нам главное босса вынести, потому что они будут лезть до бесконечности. Пока босса не вынесем. Поэтому концентрируем огонь именно на боссе. Ай, чуть не убил меня он. О, нас лечит, лечит наша девушка. Если у нас мало здоровья, то есть меньше там, по-моему, 40%, то она может нас вылечить. Но если у вас больше 40%, тогда уже нет. Опрометчиво немного поступаю, но ничего не поделаешь. Господи, как он сконцентрирует на мне огонь, засранец? Блин, меня сейчас убьют нафиг. Надеюсь, я убью там босса. Нет, нифига не убью. Видите, они снизу подходят, хитрые. А я что сделаю? Видите, у нас все умерли, и теперь у нас проблемы. Некоторые появились. На, получай. Блин, не туда запустил стрелу. Да, блин, опять подкрепление. Вот видите, они бесконечно будут так лезть. О, мы добили его. Все, победа, наконец-то, блин. А как? Только три парня смогли меня побить, говорит наш противник. Ты недооценил нас. Жалкий слабак. Короче, вы... У тебя нету, короче, позиции насчет справедливости. Справедливость... Была совершена здесь и сейчас. Я так не думаю. Отступаем. Черт побери, он убегает. Все, пройдено. Шаван у нас получил два уровня. А так как мы не играли за других бойцов и не потеряли нашего основного героя, они не получили опыт, потому что мы за них не играли. Получают опыт только те, кто играет. И, естественно, опыт получает не как в таких играх вся команда, а только один персонаж, то есть в зависимости от того, сколько он убил, как он сыграл, столько опыта он и получит. Вот мы получили с вами два уровня. И у нас рекламка. Давайте мы ее посмотрим. Ну вот, собственно, из-за просмотра рекламки мы получили гемы. Именно поэтому стоит не тратить энергию, как сказать, рекламу на то, чтобы получать энергию, а получать гемы. Потому что гемы это самая-самая важная вообще валюта у вас во всей игре. Собственно, мы переходим с вами во второй акт. Первый это дуэль. Погнали. Дуэлька. Файт. Левел 5. Нифига себе, что так жестко? У меня даже пятых левелов еще нету. Ну окей, давайте сыграем за Дрю. Дрю это мой любимый боец для дуэлей. Он очень неплохо себя показывает в дуэлях. Очень сильный боец. Погнали, собственно, в бой. Ауч. Но только не против Дженни, конечно. Она же имеет оружие. Блин, не ту клавишу нажал, к сожалению. Больно, очень больно меня бьет. Давайте мое любимое комбо. Три удара, затем пинок, затем подкидывание и пинок. Так, не промазал по ней. Постараюсь пробить ее в броню и ее... Можно вот так подкидывать их рядом с краем экрана и обузить. Но такое не всегда получается, только против некоторых героев. Так, две гемы разблокированы. Также мы получили с вами Дженни. О, новый герой. Зашибись, зашибись. Давайте посмотрим, какого уровня у нас вообще герой Дженни. Выбираем ее. Пятый уровень, но кап у нее девятый. То есть больше девятого мы не сможем ей поднять. Давайте мы за Лукаса тогда поиграем. За Дженни мы пока играть не будем. Хотя нет, давайте за Дженни. Все-таки пофиг на этот уровень. Я люблю, конечно, равномерно прокачивать, но я хочу поиграть за Дженни. Поэтому Дженни у нас будет... Да не бэкап. Надо выбрать еще одного бойца. И теперь выбрать основного бойца. Это будет у нас Дженни. Выбираем ее. И теперь уже выбираем Лукаса и Дрю. Мы их будем прокачивать, потому что у Шавна уже высокий уровень. Надо прокачать сначала другим бойцам уровень. Потому что в некоторых этапах будет требоваться по пять, по шесть, по семь бойцов. Погнали в бой. Блин, Дженни это очень сильный боец. На средней дистанции дерется. Видите, у нее дальние атаки есть, которые заметно атакуют вблизи. Не вблизи, а на средней дистанции. Вот такая есть тоже атака. Плюс у нее есть броня. То есть ее не так-то просто пробить. То есть она больше ударов выдержает до того, как попадет в... Как ее упрокинут. Ну, естественно, до того, как попадет в стан. Рубим лежачих. Лежачих не бьет. Их дарят. О, Вивиан пришла. Вивиан и еще как ее зовут там. Короче, очень противный вражеский герой. Ох ты так, значит. Блин, заспамила, заспамила своими атаками меня. На, получай, засранка. Так, это летучие мыши свои призывают. Но мы можем их разрубить, в принципе. Опа, 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 опа. А ну иди сюда. Отвали от меня, парень. Да господи, эти полубоссы бесят, только раздражают меня. Это еще хилится постоянно. Так, мы сейчас потеряем нашего героя. О, нет, только не от атакы. Она меня застанила. Может и убить. Она много сносит, достаточно урон. Да хватит ей спамить уже. Давайте восстановим нашим бойцам, собственно, здоровье. Надо от второго героя избавляться по-любому. Иначе мы будем так бесконечно мочить всех. Да, кстати, еще прикол Дженни в том, что она атакует тех, кто сзади нее, когда размахивает своей косой. Видите, она сзади попадает тоже по противникам. Не-не-не-не-не, ты че? Не надо меня убивать сейчас. Ой-ой-ой-ой, это самая вредная ее техника. Надеюсь, я живой остался. Почти ее добил. Но немножко не хватает. Меня сейчас могут очень быстро убить. Погнали. Оба-на! Раш-раш! Отлично добили. Дайте хп. Спасибо, блин. На коне я, конечно, просто бог и царь, потому что я размахиваю. У меня огромный радиус, все дела. Давайте восстановим здоровье нашим союзникам. Здоровье у нас будет восстанавливаться, но медленно. Так, в себя что-нибудь упадет? Да, упадет. Но мы прошли. Изи. Team fight unlock it. Окей. Нет, спасибо. Меня это не интересует. Ну что ж, на этом мы, видимо, будем заканчивать, потому что энергия у меня кончилась. Сейчас рекламку я хочу оставить, опять же, на гемы. Очень редко предлагают рекламу за гемы. И очень часто бывает такое, что если вы часто смотрите рекламку для восстановления энергии, у вас, короче, для гемов, когда вы нажимаете, типа, посмотрите рекламку, предлагают гемы, вы тоже нажимаете. Да, я согласен, готов смотреть рекламку. Говорят, нет, вы уже достаточно рекламы посмотрели, как бы, 2-3 рекламы смотрите в игре за день, и все, как бы, больше не дают смотреть. Причем даже не за день, а, наверное, за 2-3 дня. То есть, как бы, именно рекламку стоит оставлять на то, чтобы получать вот эти вот шарики голубые. Это очень важно, потому что их получить, кроме как доната, и вот таким способом невозможно. И, естественно, фармить их никак нельзя. То есть, сколько бы вы там ни играли, вы не получится нафармить себе вот этих вот шариков на уже пройденных миссиях. Вам дают только за прохождение текущей миссии, которые у вас новые, и которых вы еще не прошли. Ну ладно, на этом я уже точно буду заканчивать. Большое спасибо за просмотр, удачи, до скорых встреч, и еще увидимся. Пока-пока.